Жильцы 18 домов, которых обслуживает управляющая компания столичная промышленного округа Якутска, еще в начале февраля решили отказаться от поставщика жилищно-коммунальных услуг и перейти к другой управляющей компании. Этому был посвящен сюжет в одном из наших выпусков. И вот прошло полтора месяца, как жители этих домов никак не могут сменить свою управляющую компанию. Бумажные волокиты и разборки с предыдущей управляющей компанией продолжаются и по сей день. Сколько осталось терпения у жильцов этих домов и кто затягивает всю процедуру, разбирался наш корреспондент. С того дня, как наша съемочная группа побывала в квартире Виктора, ситуации лучше не стало. Наоборот, с наступлением весны плесени и грибков на стенах и на потолке стало еще больше. Управляющая компания ЖКХ столичная так и не удосужилась посетить дом по адресу Очищенко, 25. Никаких изменений произошло, никто так и не приходил. Это подтверждает жители и других домов, которые тоже отказывают от услуг управляющей компанией ЖКХ столичная. Никаких изменений у нас не произошли. Нам, наоборот, стали поставить палки в колеса. От услуг нерадивой компании готовы отказаться 18 домов. Причину всех одни. Снег на крышах не убран, голые теплотрассы, у некоторых нет горячей воды. Это же мы сколько дней звонили же им. Трубки они не берут совершенно. Вы звоним только, представляешь, если челюстки на 8-6, все, сразу же трубка бросается. Или мы там думаем, мы решаем. Жильцы нашли другую управляющую компанию, однако официально перейти под крылой Юнион от чего-то не удается. Хотя компания готова принять все 18 домов. Мы, конечно, заинтересованы не потому, что мы просто хотим взять и у другой компании дома отобрать. Здесь наша деловая репутация затронута. Потому что если мы начали что-то делать, если жильцы к нам доверились, нас выбрали, мы же не можем просто взять и отказаться от этих домов. Из-за этой неразберихи сейчас у жильцов главная проблема – оплата коммунальных услуг. Они не могут оплачивать счета ни этой управляющей компанией, ни другой. Расчетный биллинговый центр города Якутска попросту не открывает им счета. Принято решение, что пока мы приостанавливаем поступление денег, то есть начисления-то идут. Но просто получать или нет, ни столичная, ни Юнион не получает. И мы ждем. То есть два дома действительно работают, а остальные ждем. Но пока у меня не было официального ответа от УГСЖН, закончилась проверка или нет. Всю эту процедуру, как оказалось, задерживает Управление государственного строительного и жилищного надзора по республике. Запрещает и тем, и другим открывать счета. С вопросом «почему» мы обратились в строй жилнадзор, на что нам ответили так. На сегодняшний день нами проводится 19 внеплановых проверок, то есть по 19 домам. Из них проверено на сегодняшний день 6 домов. Из них только в двух домах имеется соответствующий кворум для принятия решения. В остальных домах кворума нет. В свою очередь управляющая компания Юнион уверяет, что все документы были сданы. В жилнадзоре на что говорят. В данный момент проводится проверка, выявляются ошибки. Но эти ошибки по закону никак не влияют на принятие решения собственниками. Пока надзорные органы решают этот вопрос, у жильцов накапливается задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Они устали искать помощи у вышестоящих органов. Но говорят, будут до конца бороться за комфорт и благоустройство своих квадратных метров. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Владимир Павлов, Якутск.